В Конгрессе США вновь требуют ужесточения законов по обороту оружия в стране. Сегодня представители Демократической партии в Нижней и Верхней Палатах призвали своих коллег-республиканцев, традиционно выступающих против изменений оружейных законов, к действию. Посыл демократов предельно прост. На этой неделе Конгресс не должен покидать Капитолий, пока не проголосует по законопроекту, запрещающему покупать оружие тем, чье имя находится в так называемых федеральных черных списках. Если вам запрещено летать, поскольку вас подозревают в терроризме, вы не должны иметь возможность зайти в оружейный магазин и выйти из него с боевым оружием. По данным CNN, только в 2015 году 91% из тех, кто входил в число подозреваемых в связях с террористами и при этом запрашивал разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, получил его. Расследование CNN показало, что механизма, который бы позволял запретить людям из черного списка получения разрешения на владение оружием на сегодня не существует. При этом Национальная стрелковая ассоциация США НРА объявила, что выступает за запрет продажи оружия тем, кто находится в списке потенциальных террористов.